Мы с вами перед галереей Лафаэт, самым большим универмагом мира. Универмаги – это вообще французское изобретение, и этот самый крупный из них. Опера за ним и весь этот роскошный квартал, который галерея Лафаэт занимает почти целиком. 100 тысяч человек проходит через галерею Лафаэт ежедневно на 70 тысяч метров торговых площадей. Его оборот с лихвой превышает оборот Херротс в Лондоне, Блумендейлс в Нью-Йорке и Зетан в Токио. К Новому году его украшают очень затейливыми анимированными витринами. В этом магазине можно найти абсолютно всё, но надо уметь искать, конечно. По-французски мы называем это «граммагазан» – «большой магазин». Ну, то, что по-русски называется, по сути дела, универмаг. Сам концепт «большого магазина» был изобретён парижским предпринимателем Аристидом Бусико в 1852 году, когда он открыл на левом берегу Сены магазин, который назывался «О Боу-Марше». Он был написан Эмилем Золя в романе «Дамское счастье». У него тут же появились последователи, и в 64-м году уже был открыт магазин «Весна» «Прантон» на правом берегу Сены, и вслед за ним магазин «Самаритан», о котором я уже вам рассказывала. Универмаг галерии «Лафаэт» был открыт в 1894 году для изначально клиентуры рабочих и служащих, то есть не очень богатых людей. Но, тем не менее, предлагалось этим небогатым людям делать покупки в очень богатой атмосфере. Роскошные фасады, колонны, позолота. И по сей день через кассы галерии «Лафаэт» ежедневно проходит 6 миллионов евро. Это самый большой отдел парфюмерии в мире. Это самая большая отдача с метроторговой площади. Все копировали этот магазин, но никто ещё в мире не смог создать ничего подобного. Посмотрите сейчас, как это роскошно украшено к праздникам. Символическая ёлка стоит над отделом парфюмерии под центральным куполом. Это в некотором смысле храм потребления. Это гимн деньгам. Храм победившей буржуазии. А это один из самых красивых видов на Париж с рухтопов с верхнего этажа галерии «Лафаэт». Опера и вот там сияет вдалеке наша Эйфелева башенка.